Это факт-чек на Хабар 24 и начнем с информации о фальшивых сайтах, действующих от имени крупных банков. Попасть на первую строчку поисковой выдачи – цель любой компании. Фейковой компании тоже. Именно Google рекламой воспользовались мошенники, чтобы ввести в заблуждение клиентов от басы банка в Жасказгане. При попытке открыть депозит пользователи случайно попали на сайт фальшивку от басы банка. Злоумышленники были нацелены на то, чтобы украсть деньги клиентов финучреждения, и им это почти удалось. Еще немного и со счетов могло списаться 5 миллионов тенге. Однако благодаря быстрой реакции менеджеров банка перевод был отменен. Этот случай показывает, что мошенники активно проникают в сферу онлайн-платежей и как важно быть бдительными, чтобы не стать жертвой аферистов. Google реклама является мощным инструментом кибермошенников, которые научились создавать похожие на оригинал веб-страницы, визуально мало отличающиеся от настоящих. В нашем примере пользователь, посетивший фальшивый сайт от басы банка, не замечал подвоха до последнего. Ключевой момент. Банки запрашивают только логин и пароль для входа в систему и не требуют дополнительных подтверждений через смс или другие способы. Никогда не стоит передавать личные данные или информацию о своих финансовых счетах через ненадежные или непроверенные каналы связи. Рекламные объявления в поисковой выдаче не всегда являются гарантией надежности и безопасности. Киберпреступники активно используют этот инструмент для привлечения внимания и обмана пользователей. Поэтому эксперты рекомендуют взять за привычку проверять название сайта и открывать не рекламные объявления, которые обычно поисковик выдает первыми, а официальные сайты компаниями. Фейковые объявления через китайский аналог OLX. Пользователей Фейсбука встревожила новость о том, что на китайских интернет-площадках идет открытая торговля казахстанскими сельскохозяйственными угодьями. Однако, как передает ресурс StopFakeKZ, эта информация не соответствует действительности. Председатель комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Казахстана Мурат Темиржанов подтвердил, что информация о продаже казахстанских земель является ложной. В соответствии с земельным кодексом иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не имеют права владеть в Казахстане земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности или землепользования. Также запрещено предоставление земельных участков гражданам Республики Казахстан, состоящим в браке с иностранцами или лицами без гражданства. Объявления о продаже территории, которые продавать нельзя, на сервисах объявлений можно найти немало. Например, на казахстанском OLX мы наткнулись на предложение купить Уральск, причем вместе со всем его населением. Некий Дмитрий указал цену в триллион и даже сделал нам щедрую скидку в размере 500 тенге. Следует аккуратно вести переписку с авторами подобных розыгрышей, а лучше сразу нажимать красную кнопку жалоба на странице объявления, чтобы помочь сервису выявлять мошенников и простых пранкеров. Агрессивная реклама, ловушка для потребителей. Рекламные объявления преследуют нас на каждом шагу. Один из популярных приемов кибермошенников привлечь внимание пользователей, которые имеют проблемы со здоровьем и хотят их решить. Так, например, листая ленту одноклассников ВКонтакте или Фейсбука, можно наткнуться на рекламу средства от простатита. Препарат, кстати говоря, реальный и, судя по отзывам, действующий, если покупать его в официальных магазинах. Но, перейдя по рекламному баннеру, пользователь попадает на сайт якобы известного врача-уролога Круглова, которого, несмотря на его известность, нельзя найти в интернете. Этот доктор предлагает онлайн-тестирование на наличие проблем с простатой. Независимо от результатов теста, пользователь всегда получает рекомендацию купить чудодейственное средство от простатита. Одним из ключевых приемов мошенников является занижение стоимости, а некоторые товары даже предлагаются бесплатно. В случае с нашим препаратом вышло именно так. Суть обмана заключается в доставке. Мошенники требуют оплату наложенным платежом, и посылку нельзя вскрыть до полной оплаты на почте. После оплаты мошенники исчезают, а жертве приходит посылка, наполненная барахлом, чтобы воспроизвести примерный вес товара. Чтобы уберечь себя от такого рода обмана, всегда обращайте внимание на особенности веб-страницы. Отсутствие контактной информации и возможность заказа через форму обратной связи могут быть признаками мошенничества. Проверьте репутацию и надежность продавца, прочитайте отзывы других пользователей о продукте и услуге. Не забывайте также обратить внимание на условия доставки и оплаты. Если предлагается только наложенный платеж без возможности проверить содержимое посылки перед оплатой, это подозрительный сигнал. В интернете стали вирусными снимки утиной орхидеи. На фотографии, разошедшейся по соцсетям, изображен цветок, очень похожий на утку с открытым клювом. Утины орхидеи действительно существуют. Их научное название – колено мейджор. И хотя сходство растения с уткой очевидно, это не совсем то поразительное сходство, которое видно на разлетевшейся онлайн-картинке. Данное изображение было создано с помощью искусственного интеллекта и является фейковой иллюстрации утиной орхидеи.